Полезно, она хорошо использовалась в свой фрустас, свой ультимейт на подсейв, на то, чтобы разграничить драку, чтобы не пустить одного на подсейв второго, или чтобы их тиммейтов не забрали, поэтому они вроде как ей умеют пользоваться, и в каком случае этот герой полезный, этот герой сильный, и с ним можно сделать много чего появляется. Вот видишь, у нас еще андерлорд четвертым пиком, это как бы сразу заметка, что будет аура, будет под пуш, но противников опять сам трабл с позиции 4 и с позиции 5. Вообще, первое, что хочется отметить по пику Пикачу, это отличная комбинация Мирана плюс Бейн, которая должна много неприятностей переносить врагам. Второе, отличный пик Баратрома против Баунтихантера, то есть один из лучших героев против него. Хороший лайт-потенциал за счет Медузы, и герой, который в принципе должен выформить свое, остальные 4 героя должны просто развлекать оппонентов и дать время на фармите самые артефакты. Ну и по поводу пика Майнсайдота, вообще я очень сильно люблю Бистмайстера, на самом деле. Бист-бист хорош, но вот его когда выпустили в этом патче, все было замечательно, потом ему раз подрезали топоры, два, три, и теперь он снова такой, не дамагает, не фармит, не сплитпушит. То есть что-то вот он делает, но все делал для этого он лучше, и сейчас есть альтернатива. Опять же, его самманы вот против Эндерлорда, ну так себе смотрится, потому что это просто для него фаришный доп. урон. Тоже верно, тоже верно. Фантом Уансер имеется, в принципе, герой тоже достаточно сильный. Разорв в мид, будет передвигаться по линиям Баунтихантер. Играет на нем Аватар, который в предыдущей игре играл на Клоу Кверке, ну и Рубик. Такой стандартный, хороший саппорт, пятой позиции. В принципе, опять, на самом деле, идея Блю Пикачу нравится, за счет того, что у них в миду за есть, за счет того, что у них имеется вот против БХ, тот же самый Баратурум. Опять же, комбинация, то есть, самим, у самих хорошие такие герои, то есть, бегать по линиям и убивать можно. Посмотрим, как получится. Если так посмотреть, то у Дайр, в принципе, неплохой вижен, то есть, за счет треков Баунтихантера, Бестмастер со своими птичками. Тоже вещь хорошая. Да, они должны по этому делу выигрывать. Но вот им, опять же, важно выиграть линии, потому что в какой-то момент времени, опять же, Андерлорд набирает массу. Он собирает себе полезные ауры и идет пушить. Медуза тоже там берет коин 20 левел и идет пушить. И вот тебе к этому моменту нужно быть достаточно сильным, чтобы отбиться и не потерять базу. Но вот если они смогут где-то перегонгать, где-то счет Табилутихантера заработать, где никто, у них есть шансы. Потому что иначе у них просто выйдет вот Мека Пайп, 20 левел щит, и ты просто побежишь. До фейбаза не сможешь. Все-таки очень мало, но отпуешь. Вот если посмотреть другие коллективы какие-нибудь, там, Тир-1, там, тех же Сикретов, тех же Ликвидов и всех прочих, очень редко и очень мало кто берет Рубика на пятую позицию. То есть тот же Джеркс переграет, там, Евзор, все четвертые позиции. Потому что Рубик, он сколько-то левела зависим, сколько-то денег зависим, ему нужен какой-то вроде бы даггер, чтобы быть эффективным, воровать полезные СПЛы, в нужное время оказываться в нужном месте. А тут он выставлен как пятая позиция, а БХ как четвертая позиция. И БХ тоже не сделает. Он обычно требовательный к поддержке. То есть он сам по себе дамидж вновь не дает, но он просто помогает остальным героям. И вот мы смотрим, кого он будет бафать. И вот если так вот поглядеть, то это Бестмастер, Фантом и Разор. Для них этот баф по скорости, баф по всем прочему, почти ничего не дает, потому что у них снова там полтора дизайбл на всю команду. И даже если ты бегаешь быстро, ты не можешь в тимфайте, когда Медуз зажимает ультимайта, когда Нерлорд дает тебе минус 40% урона, драться с противником. И БХ, вот, неважно быстро бегаешь или не быстро, то есть он не тот помощник и не тот герой, который тебе нужен. Отлетает, ну так понял все. Сразу понимает, что здесь все. Для них сейчас единственный вариант это как-то раскатить противников, засплитпушив их и постоянно выманивая на деф одного-двух героев и за это наказывая. То есть, допустим, герой улетел, ты на столе их напал, убил их. Или герой улетел, а ты его здесь ждешь, напал, убил его. То есть так это может сработать, так они могут играть. Если они позволят мне Пикачу собраться с Пестером, то это без вариантов поражения. И как раз он вернулся, говорят, все ready, пауза отжимается. Так, ну что, разберетаются по линиям. Смотрелся, насколько агрессивен Бэйн. Я понимаю, они хотят дать Слип-стрелу. Понимают свои силы. Где-то нахалявить фраг, но нехорошая комбаут. Патма Бэйн, это же вообще одно из таких... Азы. Не азы, как это называется, классических исполнений, скажешь так. Классических героев для данных. Противостояние, когда у тебя есть кто-то с Бэйном или кто-то с Шадоу Демоном. То есть Патма, вот один из этих героев. Кулок, Татма, не много таких, которые прямо здорово комбинят. Шадоу Демоном тоже, в принципе. Шадоу Демоном Нурана. Бэйн. Бэйн Нурана. И Дуде, тоже состралом. Тоже верно. Награда Маги. Ты просто идёшь, как комбинишь, попадаешь, убиваешь. То есть ты на любой причём линии можешь прийти и просто наказать. Опять в паузах. Отключается до грима. Проблема у нас младца постоянно. Чё, причём проблема, непонятно. Ничего ж не говорят. Убирать проблемы с интернетом. Ну, это заметно. Может? Может, я не буду узнавать, откуда он играет? Непонятно. Непонятно. Да, кстати, там вот у Девауэра самый большой рейтинг, судя по всему. Я сейчас скажу. У него что-то 83-й, да, он был. Да. Ну, вот чувствовалось. Ну, у Тайдхантера, вот, например, 1000 какой-то, а у Клопы 200-й. Но у Тайдхантера был хороший. Да-да-да, я вот тоже хотела отметить. У Гермака вообще нет 3-й. ММР — это просто цифры. Давай так. Понятно. Важно это понимание, да, вот и так далее. Ну, я ж не знаю, видел, не видел, а я такие все там, значит, 10к, там у Ликвидов, там трое в 10к и так далее. И Сумаил пишет. Ну, если вдруг кому интересно, я этот 8 тысяч взял. Ну, вы это, заходите. Какие дела у них были. Вернулся. Вернулся. Понял. Ну, а что, то есть, ну, регион у них такой, что количество, именно хайтер игроков, оно крайне ограниченное, вот. Тяжеловато. Просто я, например, глядел на Вагамаму, когда ездил к своей девушке в Америку. Периодически, вот, например, там запускал поиск доты, а у него там тоже пытаются когда-то было много. И полчаса поиск идет. Ну, даже вот сейчас, когда тебя кидает там с плюс-минус 3 тысячи игроков, и настолько там все в определенное время дня грустно. Потому что, например, в Европе ты нахуй ну ищешь игру, в 10 утра, ты находишь ее без большого разброса. А в 4 ночи находишь там или в 5 вечера, тем более находишь. Но в Америке есть моменты, когда ты вот, как бы ты не хотел поиграть, но вот прямо сейчас ты не начнешь. Отличный стрела в бестмастера, но бестмастер это такой как раз герой, который должен... Он довольно танковый, но арбофьеном должен работать. 274 мувспида, а у всех остальных явно больше. Пытается отъесться. И последняя тычка не добивает. Зельеется 8 хп. И БХ, который в это время караулил Курьера в центре, вынужден перетянуться в топ, потому что без него здесь вот эти два героя вообще не стоят. Ой-ой-ой, а вас посмотрели. Сон ва-сон. А вот как раз... А вот это уже не танковый парень. Это ты все наш. Адин армор, а не 5, да, и он погибает. Еще прослеточка. Еще и даст ты и на БХ. Разбег на БХ. А, ну его добьют здесь. И если сейчас Бэйн сможет, то он убьется об крипов. Или просто убежит направо. Он, скорее всего, уйдет. Сейчас надо один раз без мастера замедлить. Стрела в этот раз не попадает. Но это и не важно. Они сделали два отличных фрага. И на этом, в принципе, все. Я, кстати, не совсем уверен, что правильно все Рубик сделал, с тем, что как вкачал Терекинец. То есть, с одной стороны, конечно, станд в секунду, реводерейшн в полторы секунды, это здорово. Но при таких вот тимфайтах его фейтболт подрезал бы каждому герою по 20 урона. И подмайк, который бьет тебя не на 54, а на 34. Это вот совсем другая история. И вполне может быть, что на самом деле он бы выиграл больше здоровья для тиммейта, если бы вкачал именно фейтболт. Может он надеется на то, что если, допустим, будет изначально кого-то цеплять с помощью Слипа, то второго будет поднимать Мирану? Может быть, но так-то. Проще подрезать урон. Баратрум, разбег. Баратрум. Он ждал, пока его поднимутся, потому что если я сейчас бег, то любой Рубик тебя поднимет. Ты уже точно не кладешь оттуда. Он, наверное, не знаю, может даже на него нужно было как-то бежать, или что-то в таком духе. Я даже не знаю, как... Странно. Ну, непонятно, что ему нужно было делать. То есть не хватало очень тапка. Вот сейчас у него есть. В принципе, верно. И он уже бежит в топ, уже на спирит-дрекера, на бисмастера. И вот сейчас можно выдать, дать сон. Правда, есть кабан. Кабаном можно будет сон снять. То есть вот плохо теперь это работает. Комба. Нужно кто-то... Другой видит. Видит Баунти Хантер. Есть досты. Здорово, Баунти Хантер. Заслепали. Сон. Стрела. И в таверну. Отлично. Ну, не выйти стану. Я сам виноват. Ты поделился с Маной. Маной. С Мираной нужно. Мирану, все. Кладите. Я вижу, что ее залили. На боте у нас реген. По визжену вард. Ниди. Умеется. Здесь также имеется вард. На нижней линии Баунти Хантер делает телекорд. Разор вместе с Баха будут пытаться убить Андерлорда. Андерлорд. 49 урона отдал. У него, да, мог быть проблема. На самом деле, вот против такого Разора, такого Баха, пока еще работает телепорт. Тепа у них нет. Тоса нечем сбить. И разбег в топе. Далеко зашел басмастер. Стрела совсем не точная. Может, подождать. Тем более, без Маны сейчас останется. Мирана. И стрелы так тратить. На Бум кидать не стоит, наверное. Все-таки лучше подождать, скажем так. На верочку так использовать. Так. Баунти Хантер до сих пор на нижней линии. Ну, Андерлорда. Фоллоу его забрать. Будет сложновато. Можно, в принципе. Аркидер на боте появляется. Время для того, чтобы забирать баунти. По крем-статуе фотобланцера 18 на 6. У него за 16 на 3. Перетягивается сюда Рубик и Баратрум одновременно. Пошли копья. Возможно, будет нападение на Медузу. Рубик поднимает. Однако Баратрум сразу же тут как тут. Медуза подрубает щиты. Имеются стики. Башка проходит по фотобланцеру. Забрать его не получится. Но в любом случае самое главное, что Медуза жива-здорова. И очень вовремя сюда перетянулся Баратрум. Однако подходит сюда еще и Баунти Хантер. Вот сейчас есть хороший шанс собрать Медузу. Что они, в принципе, и делают. И счет становится 3-2. Фраг остается фотобланцеру. На нижней линии Баратрум делают разбег на Розора. Такая себе идея. Там третий статиклинг. Он с такой может просто убить двоих сразу. Да, забирать его пока. Бегать в Розор такая себе идея. Надо перетерпеть чуть-чуть. Пока вот Розор там на линии, он еще сильный. И когда у них появятся какие-то вещи, уже спокойно можно будет заходить. И вот просто убивать крипов, заломать вышки. Потому что пока вот плохо получается. Но очень рано дает. Я думаю, что сейчас Андерлорда заберут. Пробуют тоже здесь. Поднимать в лифт. До свидания. Забрали. У Баратрума не было разбега. То есть не было маны на разбег. Поэтому он никак не помог помочь своему тиммейту. Скажем так. Ну и счет становится 3-3. Пока, кстати, как в предыдущей харти, ситуация по линиям и по фарму достаточно идентичная. То есть нету такого перевеса. В Андерлорд почему-то прилетел на то. Пришли по собственству. С ней очень нравится стоять против Розора. А против Бесмастера, наоборот, хорошо. Опять же, его крипы там для него. Просто подарок. Дамеджи, подарок. Денег. Вот смотри, заливает кабана, допустим. Вот и все. То есть ты ничего не можешь с ним сделать. Просто прогорает. Дальше ты его либо теряешь, либо он не участвует в драке и в состоянии на линии. Тогда нам нужно было об этом подумать, наверное, заранее немножко. Скорее всего, но они вот боялись, что будет, как у нас в эфир матчах, свап на пересвап на пересвап. И вот пошел ты сам пересвап даже сейчас. Что делать? Ну потому что ты хочешь не давать Андерлорду формить. Разор в соло может это делать. И вот использует на полную катушку мощность героя. Ну вот там ланцера все очень хорошо. С него первое место по Нашворсу. В принципе у Мирана тоже все неплохо. То есть она на сложной линии выформила, это мягко сказано. И у нас достанет. Важный момент, да, это то, что на самом деле вот хорошее поедение на Бэйна. Топель в один. У него не очень много ни хп, ни маны. И куда он большой, но вот он на Фантом Раши убегает. Хорошо, ушел. Молодец, ничего не добавится. Там Рубик еще молодец. Смотри, действительно, Тендерлорд теперь. Большой молодец. Успел статик линг, да, надо делать и пауз, пока лист их удалит. Ушел. Все друг друга уходят. Три-четыре счет. Умирание. Неплохо было бы поскорее 6-ой взять. Верхнюю башню силу света атакуют. Сижу, что света укрепили свои сооружения. Прокачала, смотри, у мать сразу. Его прожимает и уходит. Ну, нужно вообще баратрома наверно стоять и миди. Непосредственно и за Медузой. На топе нападение на Розора. Думаешь, ей не хватает под сейва? Стрела. Мне кажется, там бы наоборот. То есть, Медуза на сейва фармит, подел сейва фармит. В итоге с пеллами есть чем справляться. Поэтому стоит, наоборот, Братрум оказывать полное влияние на того же Розора или на того же Бессмастера. Ну, только хорошее нападение, Братрум. Дэмиджи опять отдали, опять Розор сильный. Такое себе, потому что погибает топ-1 на двор своих команды. И, скорее всего, Братрум тоже погибнет. Они слишком агрессивно пошли на Розора под Тавар. За что их Розор и наказал. Так что нападение, на самом деле, вышло не очень хорошее. Ну, они сами пошли под Тавар. Непонятно, почему Мирана. Вообще, прокачка у нее достаточно необычная. Может, я что-то потерялась? Что-то пропустила. Ну, захотелось им это. Я не фанат раскачки стрелы в Макс. В приоритете над Старштором. Но вот такой у него план. Может быть, рассчитывает, что у них будет с Юру получаться давать стрелу в сон. Тогда это вроде как работает. Ну, что ж. Это его выбор. Я понимаю, почему. Просто пока работает так себе. Ну, то есть, как минимум, это не очень выгодно со стороны мана, если смотреть. Потому что вот фулл-раскас у него стоит 220. По урону вот это, грубо говоря, 290. Но вот если бы он вкачал стрелу в 1, Астерштором в 3, то у него было бы там, может быть, базовый урон чуть меньше, чем сейчас. Но при этом у него со второго Старфола доезжало его куда больше. Опять же, это АОЕ урон, это урон в драке. Это 100% урон, потому что Старфолом промазать очень тяжело, а стрелы очень просто. Так что это просто не очень выгодно. Плюс и уменьшает скорость фарма и так далее, и так далее, и так далее. Бэйн с Баратрумом используют смоки. Соответственно, пойдут они, скорее всего, камеране. Тут Бесмастер находится, нужно его убивать. Он сейчас увидел, должен увидеть, что руна пропала. И он не среагировал. Но тут сорян. И Макабана убить, на самом деле. Но они не так справляются. Но очень долго они что-то за ним шли. Сейчас есть вариант потратить. Во-первых, Баратрума, вряд ли, отсюда уйдет. Пытается стать Даст. Ну, раз с Бэйлом такая себе идея, к тому же он на хосте, то как бы подмечу, не закинуть. Но под шрайн тоже идти не самое лучшее, что может быть. Тем более, в Рандерлорд находится. Заслипали у нас Рубика. Надо исправить с Сильзими. Рубик пытается уйти с помощью Сиппорта. Это где вряд ли сработает. И получается... Да, и он погибает. Минус два. Еще разбег по Фантом Лансеру. Разумеется, на него не пойдут. Так просто, для того, чтобы Баратрум переместился. Никакого смысла в это время Медуза фармить. Вот это самое главное. Пока там Фантом Лансер бегает-бегает. Медуза бьет Крипчиков. Разумеется, будет делать Масков Меднес. На топе, на Разора. Разбег. У Разора 700 хп. Это как раз... Ну, и у него есть. Есть, есть чем сбить. Есть 8 стихов. Поэтому надо его просто подцепить, поймать. Ну и нужна какая-то помощь, не знаю, Разортость. ТП сейвы. Сейчас будет заливка, будет все остальное. Граница будет. И его добивают. Ну вот, не было ТП сейвы, слишком поздний. И даже если не заберу двух саппортов, на самом деле, по Телеразору это слишком много ленивок. Что они донатили и хп, донатили денег на всем этом. Не очень хорошо. И опять же, были б треки, еще ладно. Да, треков не было. Но треков еще не было. Просто вот сейчас 6 уровень поднимает, но обидно. Обидно, да. Размин 1-2. Со Смаков будет выход от Бесмастера и Рубика. И выход этот будет на Медузу. Вот это будет очень важный выход. Особенно, если это будет выход со треком. То есть на троих. И Медуза должна сразу подрубать ультимейт. Отлично. Конечно, еще Баратром сразу же разберется с Рубиком. Медуза живет очень долго. Подходит сюда Бейн. Теперь на развороте можно с Крипчиками разобраться. Потом у нас разослипали. Он успел кинуть копье. Находятся они под треками. Рядом находится также Разор. Баратром, Разбег по Баунти Хантеру. Также получает трек. Ну и дальше идти. Бесмастер уже без ультимейта был потрачен на Медузу. Для себя Рядин сейчас сделали все очень круто. То есть они засейвили Медузу. Убили Рубика. Единственное, что возможно Тауэрс заберут. Потому что не заберут. Вылетает что-либо. Пока еще нет. На паузу поставил. Рубика нету. Мирана подфармливает леса. Мирана купила все Яшу. Я, кстати, вот странно. На самом деле. Яша. Почему Яша первым артефактом? Давно уже никто не делает. Просто Яша для скорости фарма. Центральную башню сил света атакуют. Разбег от Баратрома. Баратрома сейчас просто... Ну, это вот самоубийство. Оно работает только, когда против тебя нет Баунти Хантера. А здесь очень много за такой трек фраг получает команда вражеская, то есть на пятерых. Да, забрали Бестмастера, но теперь вот сейчас... Не плохо сейчас выбирают всех героев так-то. Ой, слушай, как они для себя хорошо потрались. Как я была не права. Я думала, что сейчас Баратром сделал все хорошо. Я недооценила, наверное, его. Ну, то есть, когда он изначально забежал, я подумала, сейчас его быстро убьют под треком. И сейчас еще будет дальше, кстати, по Фантом Ланцеру, опять же, разбег. Он пытается в кустиках заманцевать. Заманцевать, да. Но вот сейчас он пытается даже обмануть всех. Но вообще-то у них не получается, потому что змейки медузе плевать. Она просто залетает во всех. Да, так вот, я не договорила свою мысль о том, что я, когда подумала, что Баратром просто погибнет, но он заставил на себя очень много перетянуться. Там уже под парокаст, под Старштором подошли все и так далее. В итоге вышло очень круто. То есть, реально здорово получилось. То есть, недооценила, скажем так, действия Баратрома. Урон команды Пикачу. Сейчас будет выход на Разора. В пятером находятся здесь Пикачу. Имеет физгрик в кулдауне. Хотя бы этот Баратрома. Ну и минус Разора. То есть, такой плотный рамп узор, чтобы вы понимали. Но, опять же, один против пятерых. Он остался. Никаких телепортов на сейф не было. То есть, Бисмастер у него в кулдауне был телепорт. Маунт Хантер бы и прилетел, ничего не сделал. Фантом Лансер тоже в кулдауне. Все. То есть, сам... Уже два героя не могут прилететь, а дальше драться там нет никакого смысла без них. Рубик. Рубик. Шестой уровень. Фантом Лансер двенадцатый. Диффузов до сих пор нет. Но вот-вот они будут. Да, внизу подраждают, наверное. До того, Рами дальше идти. Медуза следующая. Цель должна для нее быть. Вообще, всегда должна быть целью Медуза. Не давать ей фармить. Она себе собирает Драгон Ланс. Который у нее, кстати, уже практически имеется. Нужно только купить. И Бисмастер со своим ультимейтом очень хочет ее убить. А, в НВДе находится Бэйн. Он сейчас всю эту контору спалил. Показывает, что у нас тут происходит. И Андерлорд летит уже. Все, теперь нельзя. Да, вот сейчас такая плотная драка начинается. Очень круто сейчас сделали вот этот инвиз. Но пошли за Рубиком. Рубика, понятное дело, убьют. Жалко только одного Рубика. Но они молодцы. Но они не отдали Медузу. Это тоже важно. Мало то, что не отдали, так еще убили. Этот ганг полностью обломали. Сделали все идеально. Ультимейт, конечно, Андерлорда на руку сыграл очень сильно. Что, на самом деле, непонятно даже, нужен ли он здесь был. То есть, мне кажется, справлялись и без него вполне. Так он же всех привез. Ну, он привез всех, но они могли бы сделать просто свои телепорты. И это было бы не так палевно. То есть, они могли бы именно напасть в момент нападения на Медузу. А так, ты переживаешь, когда ультимейт Андерлордом, противник видит, что ты его делаешь. Вроде как. То есть, если есть Вижен, например, на это здание или на этого крипа. Вроде не было Вижен, а хотя здесь... Судя, я просто не могу откатать сейчас, потому что мы не через ДТВ смотрим, чтобы перепроверить. Ладно. Ну, если бы это было так, то у них были бы что-то шансы дойти. Ну и что, Диффуза готова? Бейн обгрызает сам. Здесь тут же Винус Бейн. Просто очень быстро забрали. Очень быстро забрали. Теперь Медуза поймает, что ей нужны артефакты. Какие-то дальше фармить, чтобы с Пейлом бороться. Пробегает Баратрум, не смог покричать бисмастер. Не смог много урона забрать Разор. Баратрум получил трек, получил... Так да, он все-все-все получил, но при этом выбежал и выжил. Забавно вышло, кстати. Центральную башню сил тьмы атакуют. Нижнюю башню сил света атакуют. Выбежку-то заберут. Вряд ли кто-то будет уже лететь ее дефать, сами будут пытаться забирать топ. Но тут вопрос. В Размен или на деф? Что решат Дайр? Пока вроде летит Рубик уже на деф первый. Но он так опасно летит. Один. У него ни маны ничего нет, а похоже, что он прямо здесь сейчас и останется. Замейка Баратрум хотела много телепортов, его еще хватило ман на рип. Но Баратрума не остановить. Но Баратрум сейчас... Он убьет? Его не остановить. Просто он убил? Серьезно? Он убил, но теперь ему нужно еще 4 секунды жить до нового чиджа, иначе он по трекам отдается. Дай, он это делает. Просто по идее можно было попробовать заныкаться где-то сюда в лес. То есть просто подтянуть время, то есть подвигаться вот сюда куда-то. И дальше на чарджи на разбеге хоть куда-то выбежать. Но он плюнул, забил. В итоге фраг забрать забрал. Но по трекам отдался, то есть не очень хорошо получилось. Медя, ты видел, какой курьер у ДРР? Да. За пригрышный момент. Совсем недавно про это разговаривали. Что его добавляют. А как его добавили, я не поняла. Ой, там что-то надо сделать, чтобы его получить. Для владельца чего-то там. По-моему, короче, он неспроста идет. Отлично. Нельзя просто так его получить. Нет, ничего бесплатно. Запомните, дорогие друзья. Даже если говорят, что это бесплатно, то вот. Бесплатный сыр только в ушеловке. Опять надо что-то делать, чтобы курьера такого получить. Я допускаю, что ты можешь его выводить, просто купить. На самом деле курьер красивый. На маркете. Может быть я не можешь. Непонятно. Но что-то с аками связано, то есть что ты должна сделать, чтобы его получить. Я просто не помню, что там. Можешь вывод в фаблике, поискать. Была инфа. Где-то недавно. К самоке. К самоке. И кто у нас может встрять? Пока непонятно. Похоже, что никто. Даже Бэйн уходит в правильную сторону. Курьер может встрять. И курьер тоже нет. Непонятно. Шадл Тейкас. И все. Все в инвизе. Сандря, кстати, есть. Если сейчас выводы с самоками, могут догадаться, что неспроста это все случилось. С другой стороны могут спать самокат на Вижне Медузы. Вот они ее видят. Это Трубик. Ни фрага врагу ничего не отдает. Просто такой, говорит, нет. Раз нас не получилось тебя убить, мы хотя бы заберем твоего кипа. В итоге простояли, ничего не сделали, кучу времени потеряли. Продолжают стоять. Продолжают, ну, тусим, надо же как-то ревизовать себя. Фантом Ланцер получает у тиммейт от Баратрума. Ох, как же много он, на самом деле, снял ему ХП. Еще и Винс Грипп. Это минус. Очень быстро Фантом Ланцер. 50 секунд без него. И это значит, что у тебя... Время Рошана? Да, вполне. Ну, они, я думаю, не знают, что у него нет Байбека. Они надеются, что у него его нет. Или же они надеются, что они его выбьют. Или просто плевать. Вообще, это вот так, что... Опять же, они сильные, у них все есть. Сейчас еще птицу можно забить будет, да. Так, вот слишком круто. Прям очень повезло. Ну, Баратрум там снял просто огромное количество ХП. Ну, как Баратрум, что ты хотела. А когда у тебя Грейдбаш 4, он же там от Мусфита, много доп. урона дает. И ты с чарджа наносишь. За счет того, что ты бегаешь быстрее базы. Много дэмэджа. И потом, типа, у тебя он вылетает дополнительно с Энзерстрайка. И тоже дает тебе много доп. урона. В Йолнир уже у Мираны. Соответственно, у Медузы пика. Все просто отлично. Все слишком хорошо. Они вообще агрессируют. Зачем она агрессирует настолько? У нее есть Аегис. Если они смогут до того, как потом ворвется в драку, сделать пару фрагов, это для них окупится. И они их делают. Они и правда делают. А что... Ну, вообще, по идее, такое не должно работать. Как бы в... Идея была крайне правильная. В том плане, что сейчас они сделали минусы. И у Розора нет байбека. То есть можно сразу пойти, вот реализовав Аегис, забрать хэграунд. Трубик выкупается. Они, может быть, этого испугаются. Но Розор, например, не выкупился. Хотя деньги у него накапали. Ну, я сейчас объясню свою позицию по этой... То есть изначально ты должен, как бы, более правильно, просто аккуратненько забрать Тауэр. И... И отойти. Медуза получает рот. Аутбис Бианастера. Малайшадов. Мираны. Андерлорд. Хотел Ольбо и улететь, однако улететь им не будет. Не получалось. Мирана прыгает, разбирается с Рубиком. Рубик после байбека погибает, встречает цели. Это Баратром. Баратром минус. А также у Медуза проблемы. Медуза также погибает. Мейм. Никуда ему отсюда не должна отпускать. Станчик. Он под Малайшаду. Малайшад заканчивается. Получает трек. И это минус 3. Ну, я примерно вот это не говорила, что произойдет. Только произошло это чуть-чуть попозже, когда они Тер-3 забрали. Ну, замечу, что был бы сейчас у них Аэгис, они бы точно так же всех убили. Потому что Патма много урона дает. У нее все-таки Мьолнер вешает баф. Ну, ХП у нее немного. То есть, она прыгнула. У нее 1300 ХП. Это очень мало. Ее можно было забрать за счет Рора Бестмастера. Наверное, за считанные секунды. Там Тос, не знаю, Копье и Топоры. Это минус Мирана. Опять же, это деньги под треком. То есть, они сейчас в минусы шли. У них было преимущество 6000, а стало 4000. А с треком шутить такая себе идея. Потому что он все-таки золото всем дал сейчас героям. И они в пятером подфидели. И за Аэгиса они тоже денежку взяли. То есть, они, конечно, потеряли Тер-3. Это неприятно. Но в итоге-то они отдали очень много. Плюс Фантом Лансер это герой, который выигрывает соло игры, на мой взгляд. Вот Мор, Фантом Лансер, кто еще? Ну, ему нужно 25 в такой игре. Потому что очень много уже ОЕ. То есть, ты получаешь много урона. Причем от максимального ХП. В виде фейр-шторма, ты получаешь много от Патмы с Старшторма, с Мьолнера. Ты получаешь много урона от Медузы, со сплитшота. То есть, такой дэмэдж, который ты не можешь. Как ты за ивей, ты не можешь ничего собрать, чтобы столько дэмэджа впитывать. При этом, у тебя еще гипотетически может мим просто приезжающий братрум. Задеть и все испортить. Поэтому, какие бы салты он здесь ни имел, его могут убить. Поэтому ему нужно, чтобы у его тиммейтеров тоже что-то было. И вот пока мы смотрим, 13 тысяч Патман, 12 тысяч с небольшим Медуза, 11 у ФПЛа и 7500 у Розора. Простатка просто нереальная. И получается, что ФПЛ как бы есть, вот там БХ есть, все диры что-то делают. Но на деле, в драке, важен только ФПЛ, и его может просто не хватить. Тоже посмотри, Андерлорд, например, который хардлайнер, у него одинаковый нашел с вражеским хардлайнером. Плюс БХ, он не намного отстает от Андерлорда. Он тоже какие-то будет там давать вещи. Он будет давать треки и больше ничего. Глава проблема БХ, что он не может дэмэдж. Вот сейчас, у него есть что-то там, урнула там, он может кинуться и так далее. Но это мог бы делать любой другой герой, у которого были бы еще полезны скиллы. Знаешь, вот если бы команда чуть посильнее была Дайр, то я бы поставила на них. Но я вижу, что просто Радионт, они по скиллу лучше играют. Вот это передвижение. У них просто проще пик, тебе нужно нажать по клавиши за каждого, и ты уже сильный. А противнику надо идеально поставить позиционку, чтобы противник сразу не зашел, чтобы успеть раскидать треки, покидать тосик в пятерых, чтобы он со скоком там полетал, чтобы тебе с мастер в это время вышечку где-то забирал, оттягивал героя. Это вот все, вот оно, как бы есть, но в общем, тяжело и исполнимо. И вот они не справляются. А про денег еще? Фаерштор нажал, мелмир кинул, ты уже, на коне ты уже сильный. Ну все, медуза 18 левел, то есть им надо еще чуть-чуть потерпеть. Бх, кстати, так интересно стоит со свит-дрекером. Мог увидеть, мог увидеть, увидел, увидел, дасты. Да, это минус Баунтихантер. Среагировал, я, если честно, думаю, что он в другую сторону смотрит. И моргал Бэйн, моргал Бэйн Бэйн увидел. Сибара не увидел. О, да, он так спрятался, как будто хотел разбежаться. Нет, когда они стояли, вот все, типа, хорошо, да, но вот он переиздал инвиз, и это дело... Увидели все, что есть каким-то образом почувствовали, что он здесь, проморгали, нажали, и сейчас попытка сделать ответный фраг на андерлорде в топе. Телефорт потратили, видержин. Есть вопрос, как хватит ли урона, потому что Солар Крест, ВГ... Не успевают. Не успевают. Да, и для них большая проблема, это то, что он доделал Кримсон, и теперь не то, что его будет тяжело убить, будет в драке убить тяжело всех, потому что иллюзии Пэлл вот сейчас, Кримсон пока еще не могут пробивать. Просто не хватает урона, и Барр успевает движать, избивать. Это просто жесть. Они же сейчас, скорее всего, и убьют у Фантом Ланцера. Не обязательно. Нет. Хотя урона очень много, у Патмой, а у Ешного, я же повесила. Пытаются убежать, пытаются, и вылетает все, что можно, вот прокает молнией, и до свидания. Ну вот потратить себя в Пэлл, это очень грамотно с его стороны. Да, это и правда очень здорово. То есть они просто сейчас разведут Фантом Ланцера на байбэк, а Барротром, он очень быстро переместится благодаря разбегу в своей команде. Да, как и ему таланно, то есть он умер, он все равно полезный. То есть вот опять же, я один из тех героев, которые ты можешь всю игру, но быть только стапками по квадварды, бегать там 1-20, но ты при этом полезный. Пэлл себе такого позволить не может. Умирать, не закупаться, то есть для него важна безошибочная игра, сделать все хорошо. На Медуза в тем временем почти 20-й. Она-то все это время фармит, добивает Крепочков, и вот ей осталось буквально три сотни эксплитов с небольшим. То есть один фраг где-то нахватить. И увеличение Монопула в 800, сделка ее просто неубиваемой для сейчас. Для того, что есть у соперников. О, еще Крепов подарил. Может, чей Рубика подарит? Ну, Змею, кстати, своровал, это хорошо для него. И урона несет, и Манус ворует. Просто на фулы себя зарезал. Ну, плюс, что Пэлла не развели на байбэк, это хотя бы что-то для них. Минус вышка зато. Тоже непонятно, хорошо это или нет, потому что теряю 1-3, а потом теряю 2-3, и как бы сильно ослабляешь свою базу. Теперь любые приходящие Крепы должны быть отпушены героем, потому что иначе они будут ломать твои бараки. Да, и пестером аккуратненько уходит, и вот, ну, нечем драться против пяти героев. Они, кстати, сделают и пауз, может быть, не успевает. Не успевает, БХ, ничего сделать, и все герои живы, целы, здоровы. Мне тут за 2,900, сейчас себе можно позволить. Вообще, тут бабочка. Мне Свера еще нравится, на самом деле, для Медузаны уже никто и не собирает. Мне кажется, можно еще один милонер так-то сделать. Причем, вот знаешь, вот один из тех моментов, где ты хочешь взять спидшот use modifiers на 25-ом, и просто купить милонер. И ПЛ для тебя не проблема будет всю игру, ты будешь как дровка с аганимом и милонером. То есть у тебя будет 4 выстрела, вместо одного, каждый из которых может взорвлять тебе милонер. и учитывая, какой процент вылета молнии, то есть каждый выстрел у тебя будет рогать милонер. Даже если вот считать внутренний кулдаун айтема, все равно так это работает. И в итоге, как в драке себя поставить, как задизейвлить, у них же очень мало дизейвлить. Ибо вот сейчас вайдан кого-то найти, и все получилось. Но пока находит эндерлорда, даже так его будет взять не очень просто. С под всем вот этим фокусом. То есть он простоял в холстан и вышел из него. Смог колдовать еще. Ну да, но все равно там против пятерых героев. Не, а понятно, что он не выживал. Это знаешь, это вот тренировочная такая кукла, то есть проверка для них, за сколько они его убивают, а для него проверка, сколько он вытанчивает. И живет он долго. В драке вот так вот пятером они себе могут позволить на него нападать. Там еще какой-нибудь, не знаю, Владимир бы себе приобрести. Не, может тоже Мекку купить. Тоже форстав какой-то лишний. Госскипетр здесь зайдет, мне кажется, потому что снимать его пока нечем. Грифсы было бы хорошо тоже. Ну я думаю, со временем к чему-то он придет, то есть нет причины никакой останавливаться, набирать ауры. Все можно это делать, раз за разом продолжать там падение на патру. Фантом Лансер. У нас здесь ультиматор Паратрума в Баунти Хантера, Малайд Шадо Адмирана, Баунти Хантер там Южей уйдет. Да. Паратрум, Братом-то не уходит. Паратрум не ушел, а Патма, она сняла с себя на помощи БКБ трек и спокойно сделал ТП. Ушла, это самое главное, что Патма жива, потому что надо вместе с Медузой делить первую строчку по надворцу, немножко Медузы обогоняются. Но они, кстати, сильно оторвались. Вот был момент, когда они там тысячи вели над фаналом лансера, теперь они ведут в 4,5 тысячи, соответственно. Как предполагалось, Медуза приобретает в себя бабочку. Бестмастер собирает себе Владимир. В принципе, все просто. Для его, вот этой армии, один из лучших артефактов. Я вообще очень сильно не знаю, Владимир. Света атакуют. Пыл собирает Тарасочку. Пыл, кстати, купил топор. Соответственно, на данный момент без ББ-камп появляется второй Рошан. Сейчас будет очень важный файт. И первого цепляет Мирана. Мирана должна погибнуть. Мирана должна погибнуть. Должна ли? Слушай, это просто невозможно. Ну, это Кримсон. Так он и работает. Кримсон Гвард на данный момент, он просто выиграл полностью замес сейчас для них. Баунти Ханатор. Главная проблема, что у тебя ноль урона наносят самманы бейсмастеры, ноль урона наносят иллюзии в ПЛ. То есть, ты на самом деле теряешь половину ДПС команды из того, что просто нажали Кримсон. Притом, у Мираны не сказала бы, что у неё там прям супер много ХП. Да у неё вообще мало ХП, у неё не очень. Ну, армора Щелана хотя бы сколько-то есть, но всё равно это не самый жирный герой на свете. А у неё кулдаун был ещё со старого Юза. Ага, всё, вопросов не имею. Ну, в любом случае у неё она не использовала. Ну, в любом случае её пока бы не было, да, и понятно, что она выжила, потому что вот, просто потому что хватило ХП, хватило вот демо Шредисти. Я допускаю, что на ней ещё мог висеть Солар Крест, который тоже дал бы ей выживаемость, но это я уже не успел проверить. Не до того было. Я восхищался тому, как она выживает. И второй Рошан. Теперь Сыр, теперь Аегис, и вот прошлый Рошан получили такую плотную доминацию, и сейчас, когда у них есть и Сыр, и Аегис, драться будут с ними в Зане тяжелее. Да, на самом деле, мне кажется, вот сейчас уже игра закончится, потому что Фантом Лансер, он без Бэйбэка, а он сейчас продаст, может что-то, чтобы Бэйбэк, 68. Вотл какой-нибудь. Нужно продавать. Продал, 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 да. И же мы смог, понимаешь, что сейчас последняя надежда, и они должны заходить под ветер, они заходят в наглую и нападают на Медузу Сыром. кто так делает? Ну, Медуза разметит, прожимает тот самый Сыр, прожимает тот Тиммейт, и вот как раз это тот герой, который шанс поражать Сыр очень велик. Ну, учитывая, что у них полтора секунды дизейбла и всего-то, действительно, такая себе идея. Мы не могли напасть точно так же на Патму, там, допустим, он обсталился Аегисом, и все. Да просто, они забрали. Куча фрагов, три Бэйбэка и минус сторона. 16 тысяч преимущества, они отыграли, но не отыграли, сейчас выиграли. Порядка 10 тысяч за эту драку, с учетом Бэйбэков. Да, Бэйбэки. И спокойно докупаются теперь, у них появился там, и Шторм появляется сейчас. У Андерлорда лишние деньги, 2400 тоже можете позволить что-то докупить. Я уверен, что все будут стрелять Бэйбэки, поэтому надо ждать до появления Айтма в какое-то еще время. Но все равно, Спатма тоже скоро выйдет в бабочку. И вот Пэл, но не тот герой, который хотел бы себе собирать, допустим, в КБ. Но есть у него слоты, которые поприятнее смотрятся. Если будут здесь в этой ряде, там и нуррифайр вроде как нужна, самому какая-то бабочка нужна. И в итоге и Медуза, и Патма будут жить. Медуза очень молодец такая. Посмотри, она шла-шла-шла вперед, не увидит, посмотрел на всю карту, развернулась, и вот благодаря этому она, в принципе, будет жить здесь. Да, ну Рубика могут и не отпустить, хотя выходит Бэхай. И таки цепляют Пээла. Отличный гриб по Фантом Бланцеру. Мирана в Блэкенбаре. Нужно еще подрегениться возле святыни. Что она, в принципе, и сделает Бэйна. Получается забрать. Пошла змейка. Розору серьезные неприятности. Розор после Байбека погибает. Далее Баунти Хантер, следующая цель. Аегис. Да, 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 кончились. Треки пошли. Мирана уже жива. Медуза откатился ультимейт, который она подрубает. Фантом Бланцер, Форс Таффель, Милуза под треком. Раскидывает треки дальше свои Баунти Хантер. Бестмастер минус, Рубик минус. Следующая цель это Фантом Бланцер. Может, получится Баратруму у него забрать, но Баратрум Мансит и это минус Баратрум. О, минус, прошу прощения, Фантом Бланцер. Баратрум выживает на 400 кп. Баунти Хантер сзади Браха еще жив. Единственный выживший, как в том самом фильме, и будет падать последняя сторона. А, нет, еще там на топе Баратрум. Барак есть. Ну, вот опять же, вот как я и говорил, когда нет Т3, вот даже приходящие крипы уже делают вязь. Просто посмотри, вот они стоят и месит этот Баратрум. Надо его дефать, и БХ не идет этого делать, и поэтому здесь Баратрум тоже упадет. Миличный Баратрум. БХ, ну. БХ, ты бот не задефаешь, хотя бы задеф и топ. Причем просто забил, теряет одну сторону, теряет третью сторону, крипы добирают. Где-то мег-крипы, ГГБП. На самом деле, мне кажется, чтобы еще, помните, чтобы он не делал, понятно, делал, то есть он даже не пытался. Только то, что вот они просто забили, и вот к чему это все привело. Привело это к 2-0. Ну что же, поздравляем. Ну, после байбеков эти драться под уражеский шрайн, такая себе идея. Вот. Имха. Ну, вот, я могу сказать, что, в принципе, Phantom Lancer, он неплохо играл. Но 82-й должен неплохо играть. Что-то он делал правильно. Бисмастер, казалось бы, можно было чуть побольше. Хороший, в принципе, Бисмастер и Баунтихантер, они вдвоем должны были, ну, очень много шума делать, на мой взгляд. Они даже какой-то шум делали, но мне кажется, главных проблем все-таки в пике. Нет саппортов в вторую игру подряд, которые хоть что-то делают. Эти саппорты, они впитывали урон. Вся их работа. Ну что же, на этом наша работа на сегодня заканчивается. Мы пойдем болеть по кроватям. Всем большое спасибо, кто нас сегодня смотрел. Для вас комментировали Милый и Мэйд. На первом ССЛ-канале скоро начнется матч по-моему, вся региона. Вроде будут коммитеры для вас Форс и Лекс. Всем большое спасибо. И Морталис. А, И Морталис? Да, там две параллельных линейки будет. Ох, у нас прям начинаются все эти квалификации. Сегодня хорошие. У них же уже второй день будет игровой, и поэтому у них сегодня будут вступать в бой Тинси, Экзакрэйшн, Хэппи Фи, то есть хорошие команды. Ну, слушай, у нас тоже завтра получается. У нас завтра, получается, через сутки. У нас в комплексе Левиафан, Имортал, СВГ Джей Шторм, то есть тоже все четыре команды очень приятно будет посмотреть. Ну, наконец-то. Я обожаю комплексити, я же на них болею, мне прям приятно будет на них комментировать. Да, тебе будет, наверное, хорошо, что первая игра как раз-таки наша. Комплексити, Да. Отлично, отлично. Постараюсь до этого момента как можно сильнее подлечить свое горло. У тебя есть часов 20, так что дерзай. Я просто пойду спать. Я не знаю, я...